В 2017-м Комитет Держконтролю Гродинской области проведет комплексную проверку сферы адукации. До контрольных мероприемств удалучаться так само и представители органов прокуратуры. Грунтовный анализ эффективности деяния той и те иншие галины в регионе проводится что год. Так летость деталево проверяли спорт и культуру. В вынике в этих сферах были выявлены истотные порушения бюджетных законодавств. О планах и задачах, которые стоят перед Комитетом Держконтролю Гродинской области, подчас отмысловой встречи с журналистами рассказал новый старшиня Головного контрольного органа Прынемыння Анатоль Дорошка. Татьяна Барановская протягнем. Недавно назначенный старшиня областного Комитета Держконтролю Анатоль Дорошка с представниками региональных СМИ в новом статусе с устроюся в Першиню. Ранее он працовал на посаде наместника и керавника этого же ведомства. Поэтому все особливости працонного процесса он ведает добро. Как отзнашено в старшиня, опушним часом истотно взросли потребования на контузмацнение контроля за выкористанием бюджетных сродков, за реализацией Держпрограмм и важных инвестиционных проектов. С такой установкой представники Головного контрольного органа Прынемыння протягнутся працаватись с улета. А поколь подсумовывать выники, вызначаются с приоритетными планами на найближайшие месяцы. Существенные нарушения бюджетного законодательства нами были выявлены как раз в сферах спорта, физической культуры, но и культуры. Поэтому, ну может быть из-за того, что мы именно на этих темах работали, на темах госпрограмм в этих сферах, поэтому, может быть, и больше в этих сферах выявлено. Конечно, жаль, но продолжается достаточно количество нарушений выявляться в агропромышленном комплексе. Как было огушено, селета под особливой увагой контролёров будет в сфере адукации. При этом контрольные мероприемства будут сладиться суместно с органами прокуратуры. В школах при немыне проверить, как организовано хоршование, как налажена праца попечительских советов и как выражаются пытания организации Держзакупок. Будет оценена эффективность проведения летней оздоровленшей и уступной кампании. На другую полову этого года запланована великая проверка по пытаниях будовниста автодороги М6. И прайнейшему подпельным контролем в 2017-м застанется головная будовля краины Белорусская АЭС. Может быть, мы не можем уже конкретно проводить какие-то мерочные мероприятия, что на самих реакторах или на самой уже стройплощадке. Но все, что связано с вокруг площадки, с поставкой комплектующих, с закупками, что самое главное, потому что закупки оборудования – это как раз и составляет львиную долю использования средств. А где большие деньги, там и возможные риски большие, поэтому эти риски нужно своевременно пресечь, увидеть и остановить. В этом году протягнутся проверки в сфере ЖКГ. И тут основная задача – удоскональные системы оплаты жильево-коммунальных послуг. Разом с тем, в ближайшем часе огромная количество проверок, где же контроль будет скорочаться. До слова «летность» было проведено амалю в два раза меньше рейда, чем в 2015-м. Вместо этого упор робится на постоянные мониторинги и аудиты эффективности. На данный момент выпрацовывается алгоритм проведения комплексных, организованных суместно с иншими инстанциями, проверок предприемства региона. По этому вопросу, уже на початку весны Держконтроль планует провести на Раду разом с супрацовниками прокуратуры и всех наглядных органов при немыня.